Политолог Айк Мартиросян выступил весьма с интересным, но и в то же время абсурдным комментарием. Так, по мнению так называемого политолога, если Москва посодействует уходу Никола Пашиняна с поста премьера и приведёт одного из главарей карабахского клана Роберта Кочаряна, то это будет на руку Анкаре и Баку. Смешав в своём выступлении все политические карты, Мартиросян пропагандирует радикальную националистическую идеологию, но делает это при полном отсутствии элементарной логики и понимания политических мотиваций, упомянутых им сторон. Мы понимаем одно, если Москва сама уберёт Пашиняновский режим, 100% будет всё делать, чтобы на место этого режима пришёл Кочаряновский режим. То есть будет меняться шило на мыло, итог будет один и тот же. Решать в Армении будет всё. Так как Россия, Москва, Кремль, это означает, что решать в Армении всё через Россию, Москву, Кремль, будет Анкара, будут Анкара и Баку. Тут ничего меняться в принципе не будет. Будет меньше усердной работы со стороны режима в пользу, напрямую в пользу Баку и Анкары. Всего лишь это. Напрямую и явно этого не будет. Но суть ничем не изменится, потому что Россия работает во благо Турции и Азербайджана. И это не скрывают, совсем не скрывают в самой России. Это говорят все и политики, и оппозиционеры, и даже люди во власти российской. Следует отметить, что Роберт Кочарян придерживается армянским лобби в первую очередь России и имеет некоторые связи в ряде ведомств и СМИ. Но расценивается азербайджанской стороной как один из преступников, палачей карабахских азербайджанцев и, исходя из реваншистских заявлений, вряд ли способен сыграть маломальски позитивную роль в армян-азербайджанских отношениях.